Переходим к следующей части нашего сегодняшнего проекта. Я представляю Дмитрия Валентиновича Скуматова. И мы будем говорить о том... В общем, название классной лекции. К вам из леса вышел лось. Что делать? Кто это? Зачем он пришел? Да, и вообще, что лоси делают в городе? Что мы о них знаем? Спасибо. Уважаемые присутствующие, я сначала хотел бы немножко разъяснить маленький нюанс. Светлана Владимировна сказала, что я знаю про лося все примерно так, как Александр Павлович об обре. Моя специфика вообще, основная тема научной работы и основные публикации находятся в области биологии использования зверей семейства куньих. Зверей семейства куньих? Да, зверей семейства куньих. В микрофон, пожалуйста, если можно. Извини. А как же вас жизнь связала с вот этими большими красивыми животными? Дело в том, что, и это сейчас последует в докладе, лось – основной охотничий вид, основной ресурсный объект в охотничьем хозяйстве. И институт охотничьего хозяйства и звероводства, в котором я работаю, никак не может обойти этот вид стороной. И все сотрудники буквально знают о лосе как минимум столько, сколько я. Дмитрий Валентинович, на одну минутку отвлечемся. Правильно я понимаю, что наш институт, который в народе называется Пушнины, научно-исследовательский институт, главный в стране? Наш институт, институт охотничьего хозяйства и звероводства, и если говорить о его главном положении, можно отнести к области использования ресурсов охотничьих животных. Именно к этой сфере… То есть мы ведущий институт? Мы ведущий институт в сфере использования ресурсов охотничьих животных. Ну, теперь вернемся к лосю. Присутствие лосей в городе – это никак нельзя назвать положительным явлением. Есть примеры, когда за десятилетия лоси привыкли настолько жить рядом с человеком, что они могут не обращать на него внимания, могут как в Подмосковье, как и в других местах, и за рубежом, и в России существовать рядом с человеком. Но в любом случае это создает проблемы и для людей, и для самих зверей. В нашем городе эта фотография сделана на окраине Кирова. Лось в любом случае попадает в абсолютно стрессовую, нетипичную для себя ситуацию. И поскольку лосей постепенно становится все больше и больше, количество таких случаев, скорее всего, не будет уменьшаться. Вот на слайде вы видите точки обнаружения лосей в последние годы, но это малая толика того, что есть на самом деле. Если вы представляете расположение города Кирова относительно реки Вятка, он вытянут вдоль реки примерно на 20, ориентировочно на 25 километров. Пойма – это, в принципе, основное место жительства лосей. И концентрация зверей в пойме, их перемещение – дело обычное. Киров занимает эту территорию, здание, сооружение, всё занимает место, которое традиционно может занимать лосей. И при своих перемещениях они, как следствие, оказываются в городе. Если брать окраины города, пойму, например, севернее Ганина по дороге в сторону Гирсова, это место, в котором лоси обитают всегда, обитали давно. И там идёт нормальная жизнь. Естественно, что и оттуда, и с южной стороны города, где напротив Нововятска петля вятки озера Холунова, аналогичное место, где лоси обитают постоянно. Соответственно, появиться в городе они могут в любой момент при каких-то своих естественных перемещениях. Почему лоси появляются в городе? Вот сейчас растает снег, появится, наступает сезон рождения молодняка, лосихи рожают лосят, и прошлогодние лосята становятся самостоятельными. Пережив тяжёлую зиму, они получают хорошие условия в питании, хорошие условия для жизни и становятся самостоятельными. В результате, значительная часть из этих зверей начинает перемещаться вне зависимости от предпочитаемых каких-то биотопов, в которых они воспитывались, в которых они выросли. Они могут перемещаться на десятки, а в некоторых случаях даже на сотни километров и оказываться в том числе на территории населённых пунктов. Теперь принципиальные моменты в биологии лося, которые в принципе определяют его существование. Лось заточен отбором на жизнь при смене сезонов, при смене стаций, при суровых зимних условиях. И как у всех жвачных, парнокопытных, у него сложный четырёхкамерный желудок. И первая камера этого желудка, рубец, которая занимает в среднем у зверя примерно 40-50 литров, представляет собой ёмкость, в которой размножаются огромное количество микроорганизмов и простейших. Есть такая фраза, принятое выражение, что внутри у нас микрофлора. На самом деле, конечно, флоры там никакой нет. Инфузории – это не флора, это фауна. И значительную часть белка, полноценных белков, микровитаминов лось получает из корма не собственно из растений, которые он поедает. Он получает это всё из микроорганизмов и бактериальной фауны, которую он разводит в своём желудке. Следующие отделы желудка – сетка, книжка – они пропускают то, что перебродило, то, что наработано в рубце. И это всё потом попадает в настоящий желудок – сычуг, где кислая среда, и в дальнейшем вся пища усваивается к кишечнике. То есть, вот этот момент биологии лося определяет всю его жизнь. В зимний период, например, съеденная пища может находиться у лося в его желудке, в кишечнике в течение до 72 часов. То есть, весь биологический, весь цикл жизни лося в значительной степени обусловлен тем, чтобы поддерживать гигамиостаз и собственное благосостояние за счёт физиологии, за счёт поддержания своего этого реактора в благоприятном состоянии. И, соответственно, там должна быть и влажность, и температура, и всё такое прочее. И, естественно, что этот реактор позволяет и лосю существовать в суровых условиях, потому что он как вокруг печки греется, греет всё своё тело вокруг этого 40-градусного реактора. Он лёг в сугроб, поджал под себя ножки, и 30 градусов ему нипочём, хотя в 30 градусов ему уже необходимо иногда движение, потому что бывает, что температура уже недостаточно, он не может поддерживать надлежащую температуру без движения. Ещё этот момент, он определяет то, что из лося очень сложно сделать домашнее животное, которое могло бы, допустим, быть подспорьем человеку как лошадь. Наступает какой-то период, когда у лося физиологические процессы пережёвывания жвачки. Ему нужно лечь. И его не сбить с этого, не сдвинуть с этого. Он делает то, что ему надо. И в нормальных условиях лосю нужно... Он в зимнее время проводит до 70% времени на лёжках. В это время он пережёвывает пищу. Он заглатывает, отрыгивает часть содержимого рубца, дробит, снабжает, пережёвывает. Это содержимое рубца обогащается слюной, создаёт щелочную среду, и он снова это заглатывает. И вся вот эта вот схема предполагает то, что всё поведение лося направлено на то, чтобы сохранить возможность где-то пережить спокойно и выполнить все свои необходимые физиологические функции. Ещё один момент. Обычно считается, что, так, обывательски, грубо говоря, считается, что у лосей один лосёнок. Как правило, к концу лета, к началу осени, из-за того, что лось – это основной объект питания многих хищников, что у лося много проблем по жизни, он доживает до конца осени, до зимы один лосёнок. Но двойни весьма нередки. И, например, на территории, которую я отслеживаю с наблюдениями, на протяжении последних 5-6 лет доля телят в стадии лосей превышала 20%, а на одну взрослую лосиху с телятами приходилось 1,3 телёнка. Это несмотря на то, что в течение лета и осени наблюдается основной отход телят после рождения. Здесь вы видите, можете посмотреть поведение лосихи молодой в начале лета. А что мы наблюдаем в данный момент? Вот мы наблюдаем, что ей некомфортно, что она чихает, у неё вылетает что-то из ноздрей, она чешет ноздри. И не обращает внимания на человека и практически, можно сказать, что даже презирает опасность. Это ещё один фактор, который лось, как один из основных объектов, основной объект, который составляет основную биомассу животного населения в лесах, он подвержен влиянию не только хищников, но и массы паразитов, массы насекомых, которые за многие тысячи, миллионы лет приспособились к существованию вместе с ним. И здесь мы наблюдаем, как лосиха освобождается, пытается освободиться от лосиного овода. В начале лета, это ещё одна причина, почему лоси в начале лета появляются в городе, огромное количество личинок полосного овода скапливается у них в носу, и в начале лета они выходят из большого лосиного носа. Какой ужас. Прямо личинки живут в носу? Да. И они большие, они почти сантиметра полтора могут быть длиной, и лосю очень-очень некомфортно. В начале лета они выходят, окукливаются в земле, из них вылетают непитающиеся мухи, которые потом снова впрыскивают личинок в нос лосю. Эти личинки зимуют внутри лосиного носа, и на следующую весну они снова вырастают в большие, огромных червяков, которые вот так же отсмаркивают лосиха, в смысле и лоси снова на землю. То есть и масса других паразитов приспособлены к лосю как к основному компоненту лесной экосистемы. В Кировской области ещё один момент, который обычно можно услышать от людей. Лоси появляются в городе, потому что они все леса, дескать, вокруг вырубили. На самом деле вырубка лесов – это только благоприятствует и способствует наращиванию численности лосей. В настоящее время вырубка лесов гораздо меньше в общей сложности, чем в советский период, и сейчас гораздо большее значение для большой численности лосей имеют их зарастающие поля, в которых лоси имеют массу условий и благоприятные условия для существования. Ещё один момент, который обычно интересует людей – возможно ли определять возраст по лосиным рогам. Иногда считается, что количество отростков соответствует возрасту лося. На самом деле у нас проведены специальные исследования, и количество отростков не коррелирует с возрастом лосей. Но, тем не менее, был найден признак, который позволяет определить возраст быка по рогам – это обхват ствола рога в самом узком месте. Сумма двух обхватов рогов полностью коррелирует с возрастом. У соседних возрастов эти показатели в сумме практически не перекрываются, и это позволяет достаточно точно определить возраст, даже точнее, чем традиционный подход по стёртости зубов. Второй период, когда лоси показываются в городе – это начало гона. Вот этот бык сфотографирован рядом с трассой на Котельнич в районе реки Маломы. Он хотел перейти асфальт, и в такой ситуации часто оказываются водители, которые ездят слишком быстро, они могут наткнуться на такого зверя. Как канчивается это весьма печально. В Кировской области официальных случаев таких десятки в год, есть области, в которых таких случаев сотни в год. Ну и сезонность использования кормов. Несмотря на то, что лось в зиму, у него меняется обмен веществ к зиме, и потребление кормов по сравнению с летним периодом снижается почти в два раза, лося все равно необходимо около 10-15 килограмм, в среднем около 10-15 килограмм кормов в сутки. То есть воздействие лося на лес весьма значительно. Вот такая ситуация, конечно, здесь не два лося на квадратный километр, здесь могло быть стадо прожить в течение месяца, но сосновые посадки примерно в районе 5 лет уничтожены полностью. Лось съел. Да, это все сгрызено лосями. Еще один момент. Считается, что лось в основном живет в лесу, в тайге. Лося всегда и в историческое время было довольно много в лесостепи, в степных, в пойменных местах. И вот эта фотография, переход четверки лосей в начале марта, сделана на учетах. То есть даже в дневное время, в пойменных угодьях, лоси вполне себя комфортно чувствуют и преодолевают открытое пространство. Дмитрий Валентинович, это с вертолета сделано? Да, это мы попытались приспособить Робинсон для авиаучета. Что такое Робинсон? Робинсон равен 44, это вертолет американский, на небольшой четырехместный. То есть это где-то канадские лоси, скорее всего? Нет, это наши лоси Башкирии. Это мы проводили учет Башкирии в 2009 году. Ну и в пример перемещения лосей. Это реальная ситуация в этом марте. Лоси, естественно, это на космосинке выглядит все зеленым, а на самом деле это было белое, потому что это лед и снег. Тем не менее, плотность населения в пойме реки в этом месте порядка 20 особей на 1000 гектар или 2 особи на квадратный километр. Лоси прошли через открытую луговину, пересекли реку, не боясь рыбаков, не боясь ничего, подошли к железной дороге и ожидали... У меня такое ощущение, что они шли как раз на звук станции. Как будто они знали, что вот в этом лесу есть несъеденные корма. Они пришли туда и в течение трех дней, 6-7-8 марта, они слушали голос репродуктора на станции, слушали железную дорогу, обитая на крае населенного пункта, потому что вокруг основные корма за зиму уже использованы другими лосями. То есть они подошли к железнодорожной станции и шли на голос, который... Прожили там три дня и когда я их тут нашел, убежали обратно в лес. Ну и использование ресурсов лосей. Лось составляет основную биомассу, животную биомассу в лесных системах. И естественно, что человек и в старину, и тысячелетия назад использовал этот ресурс, и сейчас нет более адекватного способа использовать ресурсы лосей, кроме охоты. Я думаю, что одомашнивать лося в связи с его приспособлением, экологическими всякими особенностями, отсутствие стадного образа жизни, использование равномерной территории, большие перемещения, не позволит бесперспективно заниматься его одомашниванием. То есть и как тысячелетия назад человек использовал лося как основной объект питания, и сейчас лось используется как основной объект охоты. Спасибо за внимание. Аплодисменты. Спасибо большое. Мы сейчас начнем с сессии вопросов и ответов. Пожалуйста, поднимайте руки, кто готов задать свой вопрос. А я пока хотела бы уточнить некоторые вещи. Вот вы сказали, я не зря сказала про Канаду, потому что всем известно, что лось является символом Канады, да, как кленовый лист, так и лось является символом Канады, и шапки с канадскими рогами. Я вот помню, я жила в Канаде два года, там целый культ просто лося, там вот праздники лося, все сувенирные магазины забиты лосями, потому что Канада близка к нам по климатическим условиям, представляете. Кто смотрел сумерки? Ну, это примерно на границе с Канадой, да, вот такая вот леса, лесорубы, рога, вот это все туда. И поэтому я отреагировала, так думала, может быть, американский вертолет над Канадой, потому что лосей там много. Вот канадский лось от нашего европейского или там сибирского лося отличаются? Ну, на сегодняшний день по генетическим данным, по существующим систематическим представлениям, канадский лось и восточно-сибирский лось, восточнее Енисея, относятся к одному виду. Второй вид – это европейский лось, который живет, занимает Евразию до Енисея. А чем они отличаются? Отличаются размерами, отличаются формой рогов, отличаются генетикой. По отношению к пище, по отношению между собой они отличаются не сильно. Я тут стою рядом с Полозом, но он как-то спокойно на меня реагирует. Я готова его даже прикрыть. Итак, коллеги, пожалуйста, поднимаем руки и можно писать свои вопросы в группу ВКонтакте Ицаи Кирова. Если кто-то хочет, может прямо из зала писать. Представляйтесь, пожалуйста, я вижу поднятые руки, мы подойдем. Пожалуйста. Добрый день, меня зовут Дарья. У меня такой вопрос к вам. Что вас побудило заниматься изучением лосей? Особенно после того, как вы специалист в куньях, да? Почему лосе? Именно. Спасибо. Хороший вопрос. Спасибо. Я занимаюсь изучением лосей в основном в одном узком русле. Это оценка состояния имеющихся ресурсов. Для их официального, законного использования охотой. То есть, мои вопросы, которые меня интересуют и которыми я занимаюсь, это учет лосей, оценка их плотности населения и планирование добычи. То есть, мой интерес – это рациональное использование ресурсов лося. А в связи с этим еще дополнительный вопрос. Мне кажется, он напрашивается просто. Можно ли проследить как-то, что происходит сейчас с численностью популяции лося на территории Кировской области? Нас она интересует. Этот вопрос сейчас актуален и он висит. Уже многие годы этим занимается государство, потому что лоси являются собственностью государства, как и все объекты животного мира. Официально оценки официальной численности лося в Кировской области сейчас находятся на уровне 30 тысяч особей. Это много или мало? С чем сравнить можно? Уменьшается, увеличивается? Значит, официальные оценки говорят о том, что численность лося растет. И уровень этого роста, общие оценки численности в виде конкретной цифры могут вызывать сомнения. Но то, что постепенный рост имеет место, на мой взгляд, очевидно. Это хорошо или плохо для экосистемы? Это хорошо для того, чтобы использовать ресурсы лося в большем количестве. Но мы знаем, что охота сейчас не то, чтобы на подъеме, наоборот. К сожалению, как раз вот это противоречие между негативным отношением к охоте и необходимостью использовать ресурсы, оно не позволяет официально, законно, рационально использовать ресурсы лося, которые есть у нас. – Пожалуйста, поднимайте руки, я могу бесконечно задавать вопросы, потому что меня интересует, что будет дальше, если лосей будет становиться все больше и больше, они же съедят все посадки, будут приходить к железнодорожным станциям, будут приходить к нам. Но мы сейчас на этом остановимся, если только ребята не захотят, чтобы мы… Да, раз вопрос, два и три. Пожалуйста. – Меня зовут Агнеса, и я хочу еще раз задать вопрос. – Можете примерно сказать, к примеру, сколько весит лоси и каким он размером? – Вес лося сильно меняется и в течение его жизни. И единственное, что говорить о каких-то средних цифрах получается бессмысленно, потому что средняя цифра будет зависеть от возрастного состава. – Самый большой лось. Самый большой лось в Кировской области, который добывался в начале развития охоты на него, там в 50-х годах, тогда считалось, что были очень крупные лоси, был в районе 600 килограмм. – Ух ты! – Сейчас, несмотря на то, что считается, что добыча довольно интенсивна, ну, по крайней мере, официально считается, аналогичные звери время от времени попадаются в нашей области. – Представляете себе, что такое столкнуться с таким животным на дороге, например, да? Я вот помню, я ехала на Белое море по Мурманской трассе, заметала, была полярная зима, и дорогу переходили лоси, и ты уставший едешь по такой дороге, и это надо быть просто очень внимательным, чтобы, не дай бог, не столкнуться, потому что тогда всё, да? – Это очень опасная ситуация, особенно для легковых машин. – Да. Так, есть вопросы, представляйтесь. – Меня зовут Анастасия, я хочу задать вопрос, как могут лоси взаимодействовать с другими животными? – Да. – Вообще, у лосей, несмотря на то, что они не стадные животные, у них социальное взаимодействие очень развитое. И, соответственно, они устраивают поединки не только быки между собой, которых, кстати, они бывают очень суровыми даже до гибели взрослых зверей, они способны защищаться, лосиха очень ревностно защищает своих телят. То есть защита лося, активная защита – очень распространённое явление. Поэтому все, кто хочет лося съесть, если это не лосёнок, рискуют получить большим копытом. – И волки тоже? – И волки тоже. – От волков могут отбиться? – А основные враги лось в природе? – Ну, конечно, в наших условиях в первую очередь это лось, наверное, во вторую очередь это медведь. – Лось и медведь? – Хотя, может быть, даже иногда медведь может, наверное, и на первое место выходить, не знаю точно. – Понятно. Здесь вопрос был. – Зовут Дмитрий Сыкчин. Я очень много писал в трансляции ВВК. И тут вот такой простой вопрос. Сколько всего существует видов лосей на данный момент? – Ну, я повторюсь, считается, что сейчас два вида лосей. Восточно-сибирский и американский, и европейский от Западной Европы до Енисея. – Да, только что было сказано. Но Дима действительно писал, я пропустила в ВК, и нужно сказать. Ну, вот смотрите, какая история. Мы пишем через интернет, сидя напротив учёного. Итак, вопросы. Это удивительный вопрос для меня, но молодое поколение его задаёт. «А съедобно ли мясо лосей?» – Вопрос… – Кто ел, кстати говоря? Ну, меньше половины, между прочим. Мясо лоси. – Ну, это показывает, что ресурсы лося, даже на примере существующей здесь аудитории, почти половина населения использует в пищу мясо лоси. Поэтому вопрос о съедобности, несъедобности, по-моему, отпадает сам собой. Есть другой момент. Когда лоси подходят к дорогам, когда лоси подходят в населённые пункты, их диетическое мясо, которое соответствует пищевым продуктам и по тяжёлым металлам, и по микроэлементному составу, в принципе, рискует стать непригодным в пищу. – Это вот как раз речь идёт о пандробогенном влиянии. Человек загрязняет… правильно я понимаю? Человек, загрязняя среду… – Становится местами, где плотность населения лоси высока, и основные корма в отдалении от населённых пунктов израсходованы. Лось приходит к дорогам, стоит вдоль дорог, питается, объедает кусты вдоль дорог, и в этом случае ставится жирный вопрос, можно ли есть мясо этого лоси. – Да, вопрос, Дим, ты писал, когда смотрел видео с лосихой, это явление и поведение наблюдается только у данного индивиду или у всех лосей? Сам сейчас можешь ответить уже на этот вопрос? То есть из лекции ты не понял, лосиха шла, она, помните, да, она чихала, она фыркала. Кто-то может Диме ответить сейчас на этот вопрос, проверка знаний? Все ли лоси так себя ведут в начале лета, чихают и фыркают? Вот, если ты позволишь, я вот туда передам микрофон. И почему они это делают, закрепление материала? Меня зовут Анна, я думаю, что все лоси так делают, потому что в начале лета эти, как личинки, там образуются у них, ну, как бы в ноздрях, и они начинают как бы вылупляться, или как это правильно так сказать? Выходить. Да, выходить и доставлять дискомфорт животным, и поэтому они так себя ведут. Да, нам было сказано, что они постоянно живут в лозухах носа лося. По исследованиям, которые проводились и в нашем институте, и все материалы, которые есть по этому вопросу, говорят, что не только в Кировской области, но если не повсеместно, то почти повсеместно, до 100% лосей носят в себе личинки полосного овода, то есть это для них очень некомфортно, но это норма. Овод размножается в полости носа у лося. Я никогда не знала про это. Да, мы сейчас передадим вот сюда микрофон, но вот перед этим два вопроса из под трансляции. Мы ее ведем в группе ВКонтакте Ица и Кирова. Есть ли, Светочка Варанкина пишет, есть ли различия в рационе лосей и лосих? Первый вопрос. И если лоси ежегодно сбрасывают рога, она имеет в виду самцов, да, им, наверное, нужно очень много кальция. Значит, про кальций, про то, как связано, есть рога или нет с рационом. И у меня еще дополнительный вопрос. А кто знает, что... Может быть, это миф? Я сама лично никогда не участвовала, но мне казалось, что для лосей специально раскладывают соль в лесу. Кто слышал про такое? Есть такие люди. Это правда и зачем? Так, тогда начну с последнего, про соль. Соль, натрий, хлор имеет очень большое значение в обмене лосей. И практически круглый год с разной интенсивностью лоси активно посещают места естественных солонцов. И если им создают искусственные солонцы, это улучшает условия их обитания, в смысле характеристику их мест обитания в их собственном представлении. И они населяют такие места с более высокой плотностью населения. Поскольку охотники, им удобна высокая плотность населения лосей в определенных местах, они этим пользуются. То есть это способ увеличить плотность населения лосей. И это активно используется охотниками для того, чтобы наращивать численность лосей и больше на них охотиться. Значит, по поводу различия в питании лосей и лосих, быков и коров. Разницы нет в питании пополам. Есть разница в питании конкретных особей. В связи с физиологическими особенностями, например, в зимний период, когда у лосей пища задерживается долгое время, у них им не очень неудобно, не комфортно резкая смена рационов. То есть они постепенно сменяют состав кормов. Они не могут использовать однотипные корма. Они могут включать какие-то корма в небольшом количестве. Какие-то более благоприятные для них и удобные в большем количестве. То есть бывают моменты, когда бык питается в основном черемухой зимой. Питается только веточками черемухи. Бывает, что коровы переходят на такое питание. То есть, по сути, это все индивидуально и не зависит от пола. Принято. Еще один вопрос из зала, один вопрос из интернета и переходим к проверке знаний следующей лекции. Меня зовут Вероника. Я бы хотела задать вопрос, если выезжать куда-то в путешествие или на отдых в лес, при встрече с лосем, что нужно делать? Да. Вот он вопрос. К вам из леса вышел лось. Что делать? Этот момент, я могу сказать, только о особенности поведения лосей. Если лось стоит и ничего нехорошего в его поведении вы не видите, просто не нужно приближаться к нему ближе, чем метров на 25. Дистанция, которую обычно лось считает для себя нарушением его личного пространства, это примерно три корпуса. То есть, грубо говоря, если вы подходите к лосью ближе, чем на 10 метров, вы рискуете. Есть ли у вас в школе кто-нибудь с ником лось? Не подходите к нему ближе, чем на три корпуса. Теперь, собственно, поведение лосей. Лось не нападает сразу. Лось обычно не преследует, если от него убегают. Но можно распознать агрессивные намерения лосей, когда он недоволен ситуацией. Он начинает опускать голову, вытягивать его и прижимать уши назад, не повернутыми назад. А потом начинает подниматься верхняя губа и оскаливаться нижние зубы. То есть, если лось опускает голову и прижимает уши, от него нужно отойти как можно подальше. Мне кажется, что если вы это увидели, вы уже ближе, чем на три корпуса. Точно нужно уходить. Последний вопрос. Мария Юдинцева в нашей группе ВКонтакте. Как трофейный вид лось сильно ценится своими рогами или он уступает другим животным? Рога вообще это трофей какой-то сейчас? Рога это трофей и можно иногда услышать такое мнение, что вот добыли, вот как здесь на слайде были очень красивые рога, добыли такую красоту. Да, трофей тянется, но нужно понимать, что для того, чтобы вырос 10-15 летний лось, у которого такие красивые рога, должна быть огромная численность остальной группировки, в которую входят телята, коровы, быки младших возрастов. То есть, когда у нас в стаде встречаются такие звери с такими рогами, это показывает благополучное состояние популяции лосей. И еще один момент я пропустил. Вопрос, касающийся роста рогов у быков. Был вопрос. Рога у быков вырастают с начала весны до августа. Сначала они лохматые в меху, потом они очищаются и к сентябрю. То есть, фактически, за лето вырастают огромные рога. И вот этот рост действительно обусловлен тем, что за лето лось не только... Вот эти рога – это отражение его возможностей, его физиологического состояния. За лето он накапливает массу питательных веществ на хороших кормах, на летних. Он интенсивно питается, он ест хорошие корма, он ест только верхушки иван-чая, он ест цветочки лобазника. Он набирает всю эту силу, которая выливается в этих рога к осени. И осенью он теряет, но в период гона, практически всё, что он накопил. Потому что осенью происходит кардинальная смена бедных веществ у быка. Коровы остаются беременеют и остаются с накопленными запасами в течение зимы, чтобы весной родить лосёнка. А бык теряет всё, что он накопил вместе с рогами и теряет в весе в течение периода гона. И в зиму уходит голый. В отличие от медведя. Да, проверка знаний. Итак, инфузории, которые живут в желудке у лося. Это флора или фауна? Фауна. Принято? Да. Рубец, сетка, книжка и сычук. Что это такое? Так. Есть ли здесь постоянную титурию? Наверное, это все составляющие его пищеварения. Ну, системы пищеварения. Нет, не принимаю. А точнее, все составляющие системы пищеварения не подходят. Агнаша? Это желудок. Это составляющие желудка. Всё-таки есть ещё пищевод, есть ротовая полость. Вспомни себя. То же самое, да? Дальше. Съеденная пища может находиться в желудке у лося. Сколько времени? 72 часа. А почему-то большое количество людей запомнило этот факт. Видимо, он поразительный. Так. Следующий вопрос. Какую часть тела лося Дмитрий Валентинович назвал реактором? Да, уже сказали. Желудок. Хорошо. Выши руку. Так. Почему лось не может стать лошадью? Кто объяснит? Было такое. Почему? Ещё, ещё. Так. Агнеш, ты разрешишь? Хорошо? Если, грубо говоря, он делает, что хочет. Он не хочет жить в стаде, да? А ещё? И он очень долго живёт пищу. Слишком долго, да? Хранит пищу, живёт, ложится и хранит пищу. Переваривает её. Так. Почему? В начале лета лось чихает. У меня был вопрос задали. Видите, как важно записывать, да? Вы можете кучу вопросов потом задать и составить на основании этого свой проект даже целый. Или описание, как минимум. Так. Последний. А, может ли лось жить в стаде? Уже всё, ответили. Всё. Спасибо, аплодисменты, и нам нужно выбрать самого активного участника. Знаете, как ни странно, я почему-то решила не тематические книги сегодня подбирать, а у нас есть книжка «Последний человек на Луне. История участника лунной программы». Ну, пускай будут разные книги. Итак, кому? Агнеше? Агнеше, берёшь последнего? А давайте мы Агнешке другую книжку подарим. Агнеш, посмотри, пожалуйста, там есть книжки для молодых людей. Выбери себе какую-нибудь. Хорошо? Есть второй человек, которому можно подарить лунную книгу. Так. Или отвечал. То, что достаточно ровно и не всегда совсем правильно. Помочь? Да. Я хочу вот этой девушке, которая там сидит в такой красивой, да, винного цвета кофте, пожалуйста, вам аплодисменты за активную работу. И я дарю, я думала, что человек спит. Нет, он помнит, 72 часа, любой какой. Ты сказал? Простите. Посмотри, он взял. Держи. Так, ещё поднимите руки, кто задавал вопрос. Я сейчас точно сориентируюсь. Да, пожалуйста, сюда, любой. И ещё сюда, может поменять потом на любой цвет. Можно ещё один момент уточню? Вот сейчас наступает такое время, когда конец апреля, начало мая, лосихи рожают лосят. Они иногда приходят и к человеку, иногда рожают вблизи дорог, иногда спрячут телёнка его в определённое место. В такой ситуации нужно знать, что лосёнок не потерялся. Брать лосёнка нельзя, потому что в первые несколько дней у него очень развит инстинкт следования. То есть, если вы взяли, погладили лосёнка, велик шанс, что с этого момента вы становитесь его мамой, и вы от него не избавитесь. То есть, фактически, вы изымаете молодого зверя, который мог вырасти в своих естественных условиях из-за его нормальной среды. Потом эти звери фактически мучаются, потому что иногда их кормят хлебом, иногда их там выращивают, у них торчат ребра, потому что они в принципе в природе питаются не так, как их кормят. Поэтому брать лосят нельзя. Дмитрий Скуматов, кандидат биологических наук, аплодисменты. Спасибо. Спасибо большое.